Обряд окуривания ханты проводят при встрече гостей, чтобы очистить свое жилище. Для ритуала берут кору пихты или березовую чагу. У коренного народа они священны. От них не только запах приятный, но и дым антибактериальный. Он очищает всю микрофлору. И таким образом получается, что человек, который вновь прибыль на территорию, проходя через такой обряд окуривания, он очищает свое тело, свою одежду. Ну и вдыхая этот дым, он очищает и свою душу. Этот простой ритуал могла провести и хозяйка жилища. Более сложной доверяли только шаманам. Чаще всего в общении были один шаман, реже два. Кто мог взять на себя такую непростую мессию, определялось по способности. Шаман не только предсказывал, удачными ли будут рыбалка или охота, но и растолковывал сны, врачевал людей. Они жили поселениями, им же надо было как угодье, чтобы добывать, тут же промыслом заниматься, добычей рыбы. Там, где есть рыба, они туда поселяются. В зимнее время надо было прокормить оленей, там, где ягельник хороший. Постоянно они в движении. Шаманы существовали двух категорий. К низшей категории относились шаманы, которые умели только провожать в последний путь. То есть они участвовали в похоронных обрядах. А к высшей категории это уже шаманы, которые могли вылечивать болезнь, которые могли найти пропащего оленя или предсказывать погоду. Одевались шаманы тоже особенно. На его одежде, вес которой достигал 30 и более килограммов, были навесные украшения из лоскутных тканей или металлических подвесок. Обязательные атрибуты – бубен, колотушка и головной убор свинцом. Ряд предметов, которые шаман использовал в своих ритуалах, соответствовали духу его покровителя и становились помощниками при камлании. В Мегионском краеведческом музее хранятся предметы культа, принадлежавшие шаманскому роду Семена Сигильетова, который жил еще в прошлом веке в Нижневартовском районе. Им нет аналогов. Это шапка с металлическим венцом, колотушка, обшитая кожей медведя, ровдушная ящерица, металлическая змейка и гадальные камни. В этом музее их два – болотный железняк и речной галичник. Считалось, что камни, имеющие форму головы животного, приносят удачу и богатство. Их в основном хранили в специальных сундучках, этих шаманских, и к ним очень хорошо относились, их подкармливали. Даже раз в три года им шили одежду новую. Особый интерес заслуживает бубен. Этот предмет позволялось иметь только шаманам высшей категории. Изготавливали его из кожи оленя, и шаману он служил своеобразным транспортным средством. Он помогал создать те звуки, которые его поднимали, то есть переносились с места на место, перевозили, можно сказать. Ну, это своеобразный, как сказать, правильно, наверное, мысленно. Несмотря на то, что шаманские предметы всегда представляли большой интерес, они до сих пор малоизучены. Например, про ровдушную ящерицу нельзя прочитать даже в печатной литературе. А информации о шаманских ритуалах и обрядах настолько мало, что она смогла дойти до наших дней только благодаря народам, продолжающим чтить традиции своих предков.